Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Я поздравляю вас с победой в конкурсе на должность главы администрации Тамбовского района. Спасибо. Алексей Владимирович, вот я недавно пересматривала одно ваше интервью, и это было где-то, ну, около года назад. И вы сказали такую фразу, сейчас, имея в виду ситуацию в нашей стране, сейчас самое время заниматься бизнесом. И через год получается, что вы разворачиваетесь на 180 градусов и уходите в чиновники. Почему? Прошел целый год. За этот год был осуществлен великолепный проект под названием «Тамбовский осетр». И он буквально недавно был официально открыт, хотя он уже работает больше полугода и успешно развивается. И есть все предпосылки на то, что этот проект в конечном итоге выльется в хороший бизнес. Почему я развернулся на 180, как вы говорите, градусов? Но есть в жизни каждого человека, и в моей жизни, скажем, назрела такая необходимость, помимо того, чтобы заниматься бизнесом, есть еще и необходимость помогать людям. Я, работая депутатом, работая по избирательному сосновскому округу, много общался с людьми и понимаю, что та работа, которая была в статусе депутата, она не дает полностью возможность помочь тому муниципальному образованию, в котором мы призваны работать, в том числе и Тамбовский район. Здесь, на мой взгляд, недостаточное внимание уделяется непосредственно жителям и их проблемам. Поэтому мной было принято решение о участии в конкурсе на данную занимаемую вакантную должность. А вот скажите, у вас богатый опыт в бизнесе, ну, пальцев одной руки, наверное, не хватит, перечислите, в каких сферах вы работали. Да, это и молочка, это мясная переработка, это крупный рогатый скот, и тут еще вот и осетр появился с Дорадой. Что подсказывает ваш опыт управленца и опыт руководителя? Тамбовский район можно считать, будет когда-нибудь успешным предприятием? Ну, если так можно сравнить с предприятием, то любое предприятие начинает давать какие-то результаты, когда оно получило достаточно вложений, как в людском ресурсе, так и в денежном. Естественно, любое предприятие на каком-то этапе начнет давать отдачу. Но этот этап надо выдержать, который предшествует этапу отдачи. И в этом вот и заключается как бы терпение, сила и труд руководителя любого предприятия. Потому что на начальном этапе надо вкладывать как людской ресурс, я повторюсь, так и финансовую составляющую. Без них сейчас очень трудно. Ну вот смотрите, финансовая составляющая. То есть если мы говорим о бюджете, то бюджет уже сформирован, и вам придется работать уже с тем бюджетом, по крайней мере этот год, вам придется работать с тем бюджетом, который ваш предшественник уже сформировал. Муниципальный бюджет, мы знаем, что это часть различного рода налоговых поступлений, а часть это различного рода поступления из областного бюджета, из федерального бюджета, разные там субсидии, субвенции и все такое прочее. Какие вы здесь видите еще источники? Или вы будете увеличивать то, что есть? То есть вот ваш план каков? Ну, большая часть поступлений в бюджет района – это налоги, вы правильно сказали. Это рабочие должности, рабочие места, которые созданы или создаются в Тамбовском районе. Поэтому, создавая благоприятную атмосферу, те отношения власти с бизнесом, мы можем увеличить число рабочих мест или число предпринимателей или юридических лиц, занимающихся средним, малым и крупным бизнесом, которые будут располагаться на территории Тамбовского района. Тем самым мы повысим количество отчисляемых налогов в наш бюджет и сможем использовать эти средства, которые поступят или поступают уже в бюджет Тамбовского района для тех целей, которые уже установлены нашим бюджетом, и те программы, в которых участвует Тамбовский район. Вот насколько надо увеличить это количество, допустим, тех же субъектов малого и среднего бизнеса? Потому что вы сейчас упомянули о новом проекте, который заработал Тамбовский Осетр. Прекрасный проект, инвестиции и все такое прочее. 40 рабочих мест. Всего 40. Это нормально, потому что современное производство именно таким образом и устроено, чтобы больше автоматизировать процесс производства и как можно меньше использовать участие человека. Это нормально. Но как быть с тем, что мы-то хотим увеличить налоговую базу за счет рабочих мест? Но должно быть просто больше таких предприятий малого и среднего бизнеса. То есть крупный бизнес однозначно это локомотив, и он должен присутствовать. Но они, скажем так, не очень приспособлены к изменениям, к резким изменениям рынка. А малые предприятия, они быстрее адаптируются к тем изменениям и законодательным, и экономическим изменениям в нашей стране и в нашем регионе. Поэтому локомотив должен быть вот этот малый и средний бизнес. Но без крупного бизнеса тоже нам никуда не деться. Вы как глава района сможете создать условия на своем уровне для этих людей? Потому что очень много говорят о том, что сложно людям начинать свой бизнес. Их поддерживают различными мерами поддержки. Область, различные гранты раздают, еще какие-то налоговые какие-то послабления бывают. Но тем не менее, все равно их послушаешь, когда представители малого и среднего бизнеса все грустят. Но никто никогда не говорил, что бизнес малый, средний, он дается легко, и каждый может здесь найти свою нишу. Это сложная и тяжелая работа, и тем не менее, я буду стараться создать ту атмосферу, которая будет благоприятствовать приходу сюда новых предприятий, новых форм собственности, малых, больших, для того, чтобы в Тамбовском районе количество предпринимателей и людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, увеличилось, чтобы число людей, самозанятых в сфере, росло. И это напрямую будет связано непосредственно и с доходной частью самого населения. То есть люди будут зарабатывать те деньги, на которые они смогут рассчитывать в дальнейшем. И, естественно, это будут те деньги, которые они будут отчислять в виде налогов, в том числе и в бюджет Тамбовского района. В своей программе, с которой вы выступали на конкурсе на главу администрации Тамбовского района, вы уделили большое внимание такому вопросу, как дорожная проблема. Мы, когда делаем сюжеты про разные дороги, про муниципальные, про поселковые, разные, как правило, в 90% случаев мы получаем очень похожий ответ, что в наших скудных бюджетах денег на дороги нет, на содержание там, может быть, еще худо-бедно, но на ремонт дорог нет, и нам надо обращаться либо в область, либо входить в какую-то там целевую программу, а может быть, мы уже несколько лет стоим в какой-то программе, но ничего не происходит. Что делать с дорогами в Тамбовском районе? Как изменить ситуацию? Ну, я не скажу что-то нового, и любой глава муниципального образования прав в том случае, когда он говорит, что денег непосредственно муниципального образования на ремонт или на прокладку новой дороги, их по факту нет. То есть те средства, которые собираются в доходной части бюджета, она не позволяет эти деньги инвестировать в строительство новых дорог. Она в лучшем случае позволяет содержать те дороги в худо-бедном нормальном состоянии, то есть летом окашивать, приводить в порядок, зимой расчищать от снега и приводить полотно в порядок, чтобы можно было передвигаться, не опасаясь за свою жизнь. Ну так как быть? Как быть? Работать. И надо будет, я думаю, точно так же работать с нашим субъектом, то есть с областным бюджетом, который имеет возможности, хотя и ограниченные в том, чтобы помочь муниципальным образованиям, надо будет доказывать и объяснять, что в нашем районе, в Тамбовском районе, какой-то участок дороги или какие-то необходимые коммуникации требуются для того, чтобы подвели вот эту дорогу. То есть то количество предпринимателей или то количество бизнеса, которое будет присутствовать у нас, если мы сможем сосредоточить их в какой-то зоне и область понимает, что у нас смогут в будущем, в перспективе быть серьезные налогоотчисления от этого бизнес-сообщества, то я думаю, что пойдут навстречу и проведут в то место, где будет крупное сосредоточение бизнеса. Поэтому привлечение бизнес-структуры предпринимателей, крупных и мелких, на свою территорию, это в том числе автоматом, я думаю, будет вызывать интерес и субъекта, и федерального центра для того, чтобы помочь непосредственно с дорогами и проведением электричества, газа, всех наших энергопитающих сил к данному участку. То есть надежда на бизнес очень большая? Да, в том числе. С кем вы будете все это делать? Я имею в виду кадры. Сколько времени вы себе отдаете на то, чтобы осмотреться, понять, с кем вы будете дальше работать? Возможно, вам потребуются какие-то еще специалисты по каким-то направлениям, которых, может быть, здесь еще и нет. Здесь предстоит еще большая работа. Если с администрацией Тамбовского района я хотя бы имею представление о тех людях, которые там работают, то с главами сельских советов и с командами, которые работают на местах, с ними еще надо будет познакомиться и провести, так скажем, в соответствии с моими пониманиями. Коммунальные вопросы? Это больная тема, я думаю, не только для Тамбовского района. Никому не секрет, что очень большой процент, больше 50% коммунального хозяйства района и области устарело и требует замены. Здесь мы не сможем перепрыгнуть через свою голову, потому что бюджет уже принят, сформирован. Есть определенные средства и определенные программы, которые позволяют улучшить эту ситуацию в каком-то из сельских советов или непосредственно локально в каком-то населенном пункте. В целом ситуация за один год, я не буду лукавить, вряд ли удастся каким-то образом, чудом каким-то исправить, чтобы она была максимально хороша для наших жителей. Что вы будете делать в самую первую очередь? На какие проблемы вы обратите свое внимание? На какие направления? Даже не то, что проблемы, а направления. Ну, существуют программы, около полутора десятков программ, в которых участвует Тамбовский район. И все эти программы требуют пристального внимания, в том числе там есть программа и по дорогам, и по ЖКХ. И, значит, программа, каждая программа, она закрепляется и за куратором, и за администрацией района. То есть каждый заместитель, он курирует какое-то направление. Сейчас надо провести работу и понять, в каком состоянии у нас находится работа с этими программами на данный этап времени, и к чему мы должны прийти по истечении действия этой программы, чтобы максимально получить эффект для Тамбовского района. Спасибо, Алексей Владимирович. Спасибо вам.